Мы остановились в прошлый раз на теме поверхности второго порядка и записали общее уравнение, а потом выяснили, что, используя специальную теорему, можно это общее уравнение сократить, удалив недиагональные элементы из матрицы квадратичной части этого уравнения. Ну и давайте запишем, к какому уравнению мы сейчас в итоге пришли. Значит, уравнение начиналось с х в квадрате, значит, у нас есть Ах в квадрате, Б у нас ушло на x, у его нету, плюс c, у в квадрате, Д и Е у нас ушли на x, z, y, z, Д и Е, и в итоге получилось f, да? f, z в квадрате. Ну и после этого f, z в квадрате уже начинаются слагаемые первой степени по x, и они были такие у нас, 2gx плюс 2. Посмотрите, пожалуйста, такое именно у нас получилось уравнение, правильно ведь? Да, у нас была такая уравнение. Вот. И мы сказали, что вот А, С и Ф это диагональные элементы в некоторой матрице, а из Е, H и I был построен вектор, который при умножении на эту матрицу дает 0 вектор. И поэтому у нас были еще соотношения, что А умножить на G равняется 0, С умножить на H равняется 0, и F умножить на I равняется 0. Такие уравнения тоже есть, правильно у вас? И начнем дальше, значит, опять разнообразные случаи, которые возникают вот в этом уравнении, и какие при этом будут получаться поверхности. начнем со случая, когда вот эти вот А, С и Ф не равны нулю, и А, С и Ф одного знака. Значит, первый случай. А не равно нулю, С не равно нулю, и Ф не равно нулю, причем А, С, А, С, Ф одного знака. Этот случай давайте мы назовем эллиптический случай. Дальше рассмотрим случай, когда А А не равно нулю, С не равно нулю, Ф не равно нулю, но А, С и Ф разных знаков. Этот случай назовем гиперболический. Третий случай будет, когда вот среди этих А, С и Ф уже возникает возможность зануления. а то есть А равно нулю, или С равно нулю, точнее, А равно нулю, вот так вот, А равно нулю, или С равно нулю, или Ф равно нулю. То есть одно из этих трех коэффициентов, А, С и Ф, зануляются, а другие два будем считать неравными нулю. И в этой ситуации, в этой ситуации, ну, назовем его параболический случай. Ну и в дополнение к этим трем случаям, еще выделим отдельно случай такой, когда одна из переменных из уравнения исчезает полностью. Одна из переменных из уравнения исчезает полностью. Этот случай назовем цилиндрический случай. Цилиндрический случай. Ну и давайте начнем разбирать все с эллиптического случая. В эллиптическом случае вот все эти три коэффициента А, С и Ф не равны нулю. И эти коэффициенты А, С и Ф входят вот в эти формулы. Значит, А не равно нулю, С не равно нулю, Ф не равно нулю. А после умножения на Ж, H, I они зануляются. Что это значит? Это значит, что Ж равно нулю, H равно нулю и I равно нулю. Это в эллиптическом случае. То же самое будет верно и в гиперболическом случае тоже, потому что здесь А, С и Ф не равно нулю. Но все равно начнем с эллиптического случая. Поскольку вот этих коэффициентов нет, то сразу я вот эти слагаемые могу убрать из уравнения. Там где вот это, это и это. И останется только последнее. В итоге в эллиптическом случае мы получаем А, Х в квадрате плюс Б, Y в квадрате плюс, простите, плюс C, Y в квадрате плюс F Z в квадрате плюс J равняется нулю. Поскольку в эллиптическом случае А, С и Ф одного знака, мы всегда можем это уравнение целиком, если они оказались отрицательными, мы можем всегда уравнение целиком умножить на минус единицу и тогда все они станут положительными. А уравнение при этом никак не пострадает, потому что в правой части стоит ноль. Поэтому без ограничения общности можем считать, что в эллиптическом случае А больше нуля, С больше нуля и Ф больше нуля. Дальше я эту формулу с учетом вот таких знаков перепишу следующим образом. А Х в квадрате плюс С Y в квадрате плюс F Z в квадрате равняется минус J. И рассмотрю в зависимости от этого J рассмотрю три варианта. Первый случай минус J больше нуля. Второй случай минус J равняется нулю. И третий так, вот только это будем обозначать так, не 1, 2, 3, а у нас первый случай эллиптический, поэтому будем писать 1 A 1 B и 1 C. А B V точнее A B V 1 A 1 B 1 V минус J меньше нуля. Значит, если минус J больше нуля, то все это уравнение целиком можно поделить на минус J. И написать так A X в квадрате разделить на минус J плюс C Y в квадрате разделить на минус J плюс F Z в квадрате разделить на минус J равняется единице. Дальше я могу убрать вот A C и F из числителя перегнать их в знаменатель. Уравнение запишется так X в квадрате разделить на минус J деленное на A прибавить Y в квадрате деленное на минус J деленное на C прибавить Z в квадрате деленное на минус J деленное на F равно единице. Минус G в нашем случае больше нуля, поэтому все знаменатели больше нуля. А любое число, которое больше нуля, можно представить в виде квадрата другого числа. Поэтому вот эту скобку можно представить как, допустим, а маленькая в квадрате. Вот эту скобку можно представить как b маленькая в квадрате. И эту скобку можно представить как c маленькая в квадрате. В ней возникает уравнение такого сорта. x квадрате деленное на a в квадрате плюс y квадрате деленное на b в квадрате плюс z в квадрате деленное на c в квадрате равняется единице. Вот это уравнение, это уравнение некоторой поверхности. По форме это уравнение похоже на эллипс. А поверхность, которая описывается этим уравнением, называется эллипсоид. Эллипсоид. Рисовать его мне не очень удобно, поэтому давайте я просто вытащу картинку из своей книжки и продемонстрирую ее. Вот картинка, которая сейчас вот видна слева. Скажите, экран вам виден сейчас, да? Да. И вот видны две поверхности. Та, которая слева, это как раз есть эллипсоид. В чем ее особенность? Какую бы плоскостью мы не пересекали ее, плоскостью x, y или плоскостью y, z или плоскостью x, z, в любом сечении будет получаться эллипс. Но эти эллипсы будут разные. У них будут разные полуоси. В одном случае это будет a и b, в другом случае будет b и c, в третьем случае будет a и c. Но в целом характер поверхности понятен. Он вот такой. Давайте я здесь тоже эту картинку изображу. Вот какая-то такая яйцеобразная поверхность. Ну, это случай, когда минус g больше нуля. Дальше начинаем анализировать. Значит, это первый случай 1a. Он у нас будет называться 1a. Это случай эллипсоида. Случай эллипсоида. Теперь, что будет происходить, когда вот в этом уравнении минус g равно нулю. Левая часть. Здесь a положительно, c положительно, f положительно. Квадраты координат тоже неотрицательные вещи. И сумма этих неотрицательных вещей должна равняться нулю. Это возможно только в одном случае, когда каждая слагаемая равно нулю. А тогда будет получаться, что x равно нулю, y равно z равно нулю. То есть это будет получаться точка. Поэтому случай 1b. Это случай точки. Или по-другому говорят, вырожденного эллипсоида. Как это можно понимать? Ну вот если это минус g больше нуля, получается эллипсоид. Но потом мы начнем это минус g уменьшать и устремлять к нулю. В этом случае все размеры эллипсоида, то есть a, b и c, которые здесь получили знаменатели, они будут стремиться к нулю, а весь эллипсоид будет сжиматься постепенно. И в конечном счете, когда они занулятся, все три, он превратится в точку. Поэтому случай вырожденного эллипсоида или случай точки. Ну и наконец, если минус g меньше нуля, слева стоят неотрицательные величины, а справа отрицательные. Сумма неотрицательных величин не может равняться отрицательному, поэтому в этом случае вообще никаких решений у этого уравнения нет. По сути, это будет получаться пустое множество. 1v. Это пустое множество. Но это пустое множество принято называть случаем мнимого эллипсоида. Ну, как бы получается, что вот эти полуоси a, b и c, они становятся не вещественными числами, а мнимыми числами. Фактически такого эллипсоида нет, это пустое множество. Но случай называется случаем мнимого эллипсоида. Ну и на этих трёх случаях, значит, у нас эллиптический случай исчерпан. Переходим к гиперболическому. В гиперболическом случае, вот мы здесь видим тоже, a, c и f, они хоть и разных знаков, но не равны нулю. Поэтому, если посмотреть на такие уравнения, будет получаться, что g, h и i, они зануляются. И уравнение по-прежнему получается такое же, как и раньше. То есть, в гиперболическом случае уравнение получается a, x в квадрате, плюс c, y в квадрате, плюс f, z в квадрате, равняется минус j. Но при этом a, c и f разных знаков. Давайте сделаем так. Всегда путём умножения всего уравнения на минус единицу, всегда можно, ну, а не разных знаков, что это значит? Это значит, что два из них положительные, одно отрицательное, или же два отрицательных, одно положительное. Вот, случай, когда два отрицательных, одно положительное, путём умножения на минус единицу, можно свести к случаю, когда два положительных, одно отрицательное. Дальше, отрицательным может оказаться и f, и c, и a. Любой из них может оказаться отрицательным. Но мы всегда можем сделать поворот системы координат, например, x и z. При этом z перейдёт в x, а x перейдёт в z. И поэтому, если x-овый коэффициент отрицательный, то после такого поворота мы можем получить, что z-овый коэффициент будет отрицательным, а x-овый будет положительным. То есть, гиперболический случай всегда можно свести к ситуации, когда a больше нуля, c больше нуля, а f меньше нуля. Дальше будем разбирать различные варианты, которые при этом образуются. В зависимости от знака вот этого j у нас будут получаться разные ситуации. Значит, напишем так. a x в квадрате плюс c y в квадрате минус модуль fz в квадрате равняется минус j. Первым случаем в гиперболическом варианте, ну, это будет в случае 2а. Давайте рассмотрим ситуацию, когда минус j вот в этой формуле минус j больше нуля. тогда на это минус j можно поделить, то есть написать, что a x в квадрате деленное на минус j плюс c y в квадрате деленное на минус j минус модуль fz в квадрате деленное на минус j равняется единице. Дальше можно опять a и c перенести в знаменатель написать x в квадрате разделить точнее x в квадрате разделить на минус j деленное на a прибавить y в квадрате разделить на минус j деленное на c и отнять z в квадрате деленное на минус j деленное на модуль f равно единице. Вот эти штуки можно обозначить как a маленькая в квадрате, b маленькая в квадрате и c маленькая в квадрате. В итоге возникнет вот такое вот уравнение. x в квадрате разделить на a маленькое в квадрате прибавить y в квадрате разделить на b маленькое в квадрате минус z в квадрате разделить на c в квадрате равняется единице. Это уравнение можно дальше вот так вот получается. Это уравнение можно переписать, вот эту слогану перенести в правую часть и будет видно, что при любых z правая часть будет положительной. Она будет больше единицы всегда. И поэтому такая поверхность будет иметь не пустое сечение любой плоскостью z равно константе. А если ее изобразить, то у нас как раз получится вот то, что нарисовано на правой картинке. поверхность изображенная на правой... Вам видна эта правая картинка? Да, видно. Поверхность, изображенная на правой картинке, называется однополостный гиперболоид. Поэтому случай 2a это случай однополостного гиперболоида. Однополостный гиперболоид. Почему он так называется? Ну, он выглядит как некая такая труба, которая вот на картинке, она как бы конечного размера. На самом деле верхний край и нижний край это не края на самом деле, а их можно продолжать до бесконечности. То есть, на самом деле, вниз эта поверхность идет до бесконечности и наверх идет тоже до бесконечности. Такая получается поверхность типа трубы или воронки, что ли, с каким-то головышком. Ну и она разделяет все пространство на две части. Ту часть, которая находится внутри трубы и ту часть, которая находится вне трубы. как бы на две, ну, как бы внутреннюю полость и внешнюю часть. И вот эта внутренняя полость, та, которая внутри трубы, она одна. И поэтому говорят, что это однополостный гиперболоид. Дальше давайте рассмотрим в пределах гиперболического случая смотрим вариант, когда здесь минус J будет равно нулю. Это случай 2B. А в этом случае уравнение будет такое А Х в квадрате плюс Ц У в квадрате минус модуль Ф на З в квадрате равняется нулю. В отличие от случая, когда бы здесь стоял плюс, ну, мы знаем, что А больше нуля, С больше нуля, модуль Ф тоже больше нуля, но в целом это уравнение решение имеет. И поверхность, которая изображается этим, будет выглядеть так, что вот когда мы возьмем Z равна нулю, то у нас будет получаться точка, потому что тут будет сумма квадратов равняется нулю. А при Z не равных нулю это будет уже не точка, это будет какой-то эллипс. Ну и в целом это будет выглядеть как конус. Давайте я сейчас в книжке найду картинку, изображающую эту поверхность. Вот с правой стороны изображена поверхность. Это конус. Но в отличие от привычного для вас конуса, основание, ну, тут он бесконечный, он тянется наверх бесконечно, и он тянется вниз бесконечно, этот конус. И в отличие от привычного вам конуса, вот здесь в сечениях, в горизонтальных сечениях, получается не круги, а эллипсы. Но, тем не менее, это все равно называется конусом. И поэтому, возвращаясь к нашему тексту, давайте напишем, что случай 2B это случай конуса. Дальше идет случай 2V. Значит, следующий случай, когда минус J меньше нуля. И уравнение будет таким, что A X в квадрате плюс C Y в квадрате минус модуль F Z в квадрате равняется минус J и эта штучка отрицательная. Но, несмотря на то, что она отрицательная, можно поделить на ее модуль. То есть, можно написать так, A X в квадрате разделить на модуль J плюс C Y в квадрате разделить на модуль J минус модуль F разделить на модуль J Z в квадрате равняется минус единице. И если вот это A перенести в знаменатель, C перенести в знаменатель, модуль F перенести в знаменатель, как мы раньше делали, и потом переобозначить эти знаменатели как квадраты положительных чисел, то мы получим уравнение такое. X в квадрате разделить на A в квадрате плюс Y в квадрате разделить на B в квадрате минус Z в квадрате разделить на C в квадрате равняется не плюс единицы а минус единицы это уравнение задает тоже гиперболоид но этот гиперболоид будет уже не не такой как был раньше он будет двуполосный двуполосный или двухполосный тут я точно не помню какой там принят стандарт вот картинка вот такая смотрите как как на левой картинке то есть возникает такая верхняя чаша она уходит в бесконечность наверх возникает нижняя чаша которая уходит на бесконечность вниз а между ними есть небольшой разрыв величина разрыва как раз определяется параметром c если брать сечение вертикальными плоскостями то в сечениях будет получаться гиперболы если брать сечение горизонтальными плоскостями в сечениях будут получаться эллипсы ну а в целом это конка эта поверхность называется двухполосный гиперболоид а значит вот мы закончили эллиптические и гиперболические случаи здесь получилось по три случая переходим к параболическому случаю значит в параболическом случае у нас один из коэффициентов а c или f зануляется а два других не зануляются мы всегда можем сделать так что зануляться будет коэффициент при z поэтому напишем так а x квадрате плюс c и y квадрате теперь коэффициент при z занулился а у нас было уравнение такое что коэффициент при z это f то есть f равно нулю стало а у нас было уравнение f умножить на i равно нулю если теперь f занулилась то ай уже зануляться не обязана а а это коэффициент при первой степени z поэтому получится плюс 2 ай z плюс джей равняется нулю параболический случай будем начинать вот с такого варианта может ли занулиться коэффициент ай вот в этой формуле если коэффициент ай в этой формуле зануляется если ай зануляется то у нас переменная z полностью исчезает а эта ситуация нам неприемлема потому что случай когда одна из переменных полностью исчезает уравнение уравнение мы отнесли к цилиндрическому случаю значит мы должны исключить этот вариант и считать что ай не равно нулю давайте теперь перепишем это уравнение следующим образом мы перенесем это в правую часть и учтем что ай не равно нулю напишем а x квадрате плюс c у квадрате равняется минус 2 ай это мы вынесли за скобки дальше здесь напишем з и вот этот коэффициент который после перенесения в правую часть будет минус g при делении на 2 ай будет значит плюс g деленное на 2 ай видно что вот такая добавка z плюс что-то которая может равняться нулю может не равняться нулю это в любом случае сдвиг z плюс g деленное на 2 ай это сдвинутое z поэтому мы можем путем сдвига начала координат всегда добиться что эта штука перейдет в просто z то есть если сдвиг убрать то получится z и поэтому с учетом такого сдвига мы можем писать а x квадрате плюс c у квадрате равняется минус 2 ай z дальше давайте мы разделим на минус ай обе части и напишем а x квадрате деленное на минус ай плюс c у квадрате деленное на минус ай равняется равняется 2z и дальше будем рассматривать два варианта либо а и c они оба не равны нулю они могут быть одного знака они могут быть разных знаков если они одного знака тогда а деленное на минус ай и c деленное на минус ай это тоже будут числа одного знака если они оба отрицательные то мы все уравнение можем умножить на минус единицу и сделать их положительными но здесь появится вместо z будет минус z но мы всегда опять же можем сделать поворот системы координат на 180 градусов когда z заменится на минус z и поэтому снова мы можем вернуть z это означает что когда вот а и c одного знака то всегда это сводится к случаю а больше нуля а деленное на минус ай больше нуля и c деленное на минус ай больше нуля вот мы сведем это к такому случаю в любом случае если они от а и c одного знака то все повыше сведется к этому поэтому путем перенесения а потом в знаменатель и c в знаменатель и путем переобозначения коэффициентов мы можем получить такое уравнение x квадрате деленное на а в квадрате плюс y квадрате деленное на b в квадрате равняется 2z вот такое уравнение называется уравнением эллиптического параболоида эллиптический параболоид значит эллиптический параболоид это тот который нарисован на левой картинке это такая чаша она тянется наверх до бесконечности в горизонтальном сечении у нее эллипс а при сечении вертикальными плоскостями будут получаться параболы поэтому это эллиптический параболоид значит случай вот этот будет 3а это случай эллиптического параболоида ну и случай 3b он соответствует тому когда значит 3а это когда а и c одного знака все сводится к такому уравнению ну и случай 3b это будет тот в котором а и c разных знаков значит опять уравнение такое значит 3b значит а деленное на минус i плюс c а x квадрате плюс c y квадрате деленное на минус i равняется 2z когда а и c разных знаков то всегда можно добиться чтобы коэффициент при y был отрицательный при x был положительным дальше можно а перенести в знаменатель c перенести в знаменатель если надо поменять знак у обоих этих слагаемых у всего уравнения если надо заменить z на минус z путем поворота на 180 градусов ну и после всех таких преобразований вот это уравнение приведется к виду x квадрате деленное на а в квадрате минус y квадрате деленное на b в квадрате равняется 2z и это уравнение гиперболического параболоида гиперболического параболоида если посмотреть на картинку то это будет картинка которая соответствует рисунку с правой стороны виден вам рисунок да? да, виден вот поверхность такого вида называется седлообразная гиперболический параболоид это пример седлообразной поверхности значит вот в той точке которая обозначена жирным и это начало координат возникает седло ну как бы вот как между горбами на спине верблюда то есть если мы идем направо или налево мы идем наверх а если мы идем вперед или назад то мы идем вниз ну я надеюсь посмотрев на эту картинку ну примерно можно представить как выглядит эта поверхность на этом исчерпывается параболический случай давайте посчитаем сколько у нас возникло вариантов значит три варианта в эллиптическом случае три варианта в гиперболическом случае и два варианта в параболическом случае всего получилось восемь вариантов но у нас остался неразобранным цилиндрический случай цилиндрический случай означает что одной переменной вообще нету всегда можно свести эту ситуацию к тому что нету переменной z а все остальные есть ну и тогда получается что что общее уравнение общее уравнение если даже мы вернемся к самому общему виду уравнения поверхности второго порядка значит в этом общем уравнении давайте его снова воспроизведем я писал а x квадрате плюс 2b x y плюс c y квадрате плюс 2d x z плюс 2e y z а плюс f z в квадрате и в widow j я плюс 2i z плюс j равняется нулю а если в параболическом случае одна из переменных выпадает полностью то есть выпадает Z, мы сказали, всегда может свести к тому, что выпадает Z То значит не будет вот этого слагаемого Не будет этого слагаемого Не будет этого слагаемого Не будет вот этого слагаемого Ну и тогда формально С формальной точки зрения Это получилось уравнение линии в того порядка На плоскости XY А в направлении Z Эта линия никак не меняется Поэтому можно нарисовать картинку такую Что вот у нас есть плоскость XY горизонтальная На ней есть какая-то линия второго порядка И эта линия по оси Z транслируется без изменений То есть как бы выстраивается множество копий этой линии В направлении оси Z То есть получается как бы такая стенка Вертикальная стенка В основании которой лежит линия второго порядка А линии второго порядка мы уже классифицировали Их 9 различных вариантов Там есть эллипсы, там есть гипербои Там есть мнимые эллипсы, точки Параллельные прямые, пересекающиеся прямые Склеившиеся параллельные прямые Ну и так далее Всего 9 случаев Вот по названию этих случаев будет получаться и название случаев в пространстве Если в основании стенки лежит эллипс И мы строим вертикальную стенку бесконечную В основании которой лежит эллипс То получающаяся поверхность будет называться эллиптический цилиндр А если мы будем строить вертикальную стенку В основании которой лежит гипербола То такая ситуация будет соответствовать гиперболическому цилиндру Если мы строим стенку, в основании которой лежит парабола То будет получаться параболический цилиндр Если мы будем строить стенку, в основании которой лежат Две пересекающиеся прямые То будут получаться Две пересекающиеся плоскости Если в основании лежат две параллельные прямые Будут получаться две параллельные плоскости Если в основании лежат две склеившиеся параллельные прямые, то будет получаться две склеившиеся параллельные плоскости. То есть, та классификация, которая была для линии, сюда уже для цилиндрического случая полностью перенесется. В итоге, значит, общее количество случаев будет получаться 9 плюс 8. 9 в цилиндрическом случае и 8 в остальных случаях. В итоге будет получаться 17 различных случаев, к чему может привести общее уравнение поверхности второго порядка. Значит, на этом мы, по сути, программу курса выполнили.